Друзья, всем привет! Я не даром улыбаюсь, у меня не даром сейчас потрясающее настроение, потому что сегодня будет ролик на мою любимую тему. Да, я знаю, к сожалению, вы такие ролики не любите, и у них обычно мало просмотров, мало лайков. Всегда интересно что-нибудь такое скандальное, что-нибудь про политику. Но мне важно иногда перед вами отчитываться, рассказывать, чем занимаюсь я, чем занимается мой фонд. А у нас работа, работа кипит, лето, работа кипит, я снова хочу рассказать вам про фонд ВНИМАНИЯ. Итак, друзья, если вы вдруг не знаете, я для новых зрителей хочу напомнить, фонд ВНИМАНИЯ, ему чуть больше года. Это фонд, который помогает сохранять историческое наследие. По всей России мы помогаем восстанавливать дома, сохранять какие-то элементы городской среды, сохранить историю, культуру, нашу великую историю, нашу великую культуру, то, что обычно уничтожается, то, что мы обычно не замечаем. И сегодня я расскажу, что мы делали последний месяц, чтобы вы могли порадоваться вместе со мной, потому что я очень рад, когда на твоих глазах реально что-то меняется, когда это не просто болтовня, крики, еще что-то, а когда ты реально можешь что-то сделать, хоть как-то изменить ситуацию вокруг, это очень круто. Поэтому, ребята, с гордостью представляю вам очередной отчет фонда ВНИМАНИЯ. У нас сейчас целых 9 проектов в работе, и по каждому из них есть новости. Начинаем по порядку. Рад сообщить, что реставрация дома со Львом в Саратовской области уже близится к завершению. Мы закончили монтаж обшивки, установили новые элементы декора в замену траченных. Осталось только вставить окна и покрасить фасад, и будет не дом, а конфетка. После этого в доме откроется музей, и я приглашаю всех вас приехать сюда и своими глазами посмотреть на результаты, которых удалось достичь, в том числе благодаря вам, благодаря вашим пожертвованиям. Еще раз спасибо всем, кто помогал с этим проектом. В Бузулуке тоже кипит работа. Прямо сейчас мы восстанавливаем фасад, двери и окна очень красивого деревянного купеческого дома. Посмотрите, какая красота! Там была очень непростая ситуация. Старые двери, например, оказались в ужасно плохом состоянии, и нам пришлось сделать новые двери. Мы сняли обмеры. Прямо миллиметр в миллиметр мы восстановили двери такими, какие они были. Подлинные ручки были, к сожалению, давно украдены. Мы не знаем, какие там были ручки, поэтому мы оставили те, которые были установлены в замену украденных еще в советские годы. Ну да, это не совсем оригинальные ручки, но это хоть чуть-чуть, но исторические ручки, потому что они уже много десятилетий на том месте стоят. С покраской фасада этого дома нам помогали волонтеры Том Сойерфеста. Среди них, кстати, были в том числе пять иностранных волонтеров из Мексики, Франции и даже Тайваня. В Ленинградской области продолжается воссоздание Ассамантала. Это деревянный дом рабочих железной дороги, который был построен финскими архитекторами в 1916 году. Мы уже обшили его нащельниками и покрасили специальной вываренной краской темно-красного цвета. Благодаря такому сочетанию здание будет выглядеть очень по-фински. Осталось только закончить немножко с обшивкой, изготовить чердачное окно и сделать крыльцо. И можно будет в этом доме тоже открывать музей. Да, ребята, мы сейчас восстановим этот дом и там тоже будет музей. Перенесемся в Тюмень. В Тюмени мы продолжаем восстанавливать дом с резными воротами. Сейчас волонтеры того же самого Том Сойерфеста, кстати, потрясающая организация. Я очень рад, что мы с ними начали сотрудничать. Пока они готовили фасад к покраске, Кузнец успел воссоздать утраченный дымник. Работы производились в специальной мастерской. Здесь есть лекала всех тюменских дымников, что позволило сделать исторически достоверный экземпляр. Его изготавливали вручную, как это раньше делали мастера старой школы. И скоро рабочие починят печную трубу, затем покрасят дымник и установят его на дымоход. Перенесемся в Елец. В Ельце волонтеры уже почистили фасад дома купцов Поваляева, удалили старую краску. Позже для него изготовят утраченные резные элементы и сделают деревянные ворота. Их установят на свои места, затем покрасят в новые цвета. Среди волонтеров, кстати, тоже были иностранцы. На этот раз приехало 4 девушки из Испании. До этого они уже волонтерили в Европе на объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это был их первый опыт работы с деревянными зданиями. И я рад, что все это происходит в России. Ребята, получайте свой первый опыт в России. Девушки из Испании, welcome! Ждем вас в том числе и в Ельце. Есть еще дом в Кимрах. Там мы собирались установить водосточную систему и обновить фасад. Над последним сейчас уже работают волонтеры Tom Sawyer Festa. Они очистили дерево от старой краски и восстанавливают декоративные элементы. Также они отреставрировали декоративно-чердачный балкон, он требовал капитального ремонта. На балконе заменили две сгнившие балки несущие. Там же восстановили настил, сделали нормальную деревянную обшивку снизу. Доски специально положили под углом, чтобы вода в ней стекала. Также для защиты от влаги всю конструкцию пропитали специальным антисептическим составом. В Екатеринбурге. Перенесемся в Екатеринбург. В доме соломщика Топоркова мы собираемся ремонтировать крышу. Но это только осенью, а пока еще все тоже Tom Sawyer Festa помогает нам с фасадными работами. Ребята почистили фасад, забор, ворота и начали устанавливать утраченные декоративные элементы. Пока они привели в порядок рамы, правда их решили не снимать, чтобы они случайно не развалились в процессе. Все-таки не забывайте, что дому уже около 130 лет. Так что лучше лишний раз не рисковать. Теперь переносимся в Вологду. Как мы прыгаем по всей России, просто потрясающе, друзья, мы с вами в Вологде. В Вологде мы работаем с доходным домом, который в 1912 году построил Константин Алаев. Не уверен, что вы знаете Константина Алаева, но дом, который он построил, до сих пор украшает Вологду. У дома два очень крутых резных крыльца, с восстановлением которых мы решили помочь местным жителям. Ну и заодно, конечно же, мы приведем в порядок фасад. Его уже очистили от старой краски, чтобы потом перекрасить в оригинальный коричнево-охристый цвет. Кстати, важный момент. Часто я вижу в комментариях люди пишут, почему в такой цвет покрасили, почему не в такой цвет покрасили. Друзья, здесь нужно понимать, что если мы говорим про деревянную архитектуру, про все деревянное зодчество, особенно дореволюционное, оригинальные цвета, они часто утрачены. И когда вот эту красочку соскребаешь, соскребаешь, и ты смотришь, какой был первоначальный слой, ты вообще не ожидал увидеть, что дом был таким. Потому что в советское время было не до жиру, и красили дома, просто такая краска была, такая и красили. Синий, зеленый, красный. И часто люди привыкают, что дом у них всегда был синий, а оригинальный он был красный. Вот мы, когда красим, мы восстанавливаем оригинальный цвет, таким, как он был первоначально построен, как это придумал архитектор, как это захотел хозяин. Поэтому не надо спрашивать, почему дом всегда был красный, а мы его сделали синим. Мы не просто так это делаем, мы внимательно, очень точно подбираем цвета. И последний сегодня дом, последний адрес, это Санкт-Петербург, дом Станового. В этом доме мы собирали деньги на восстановление входных групп в двух парадных. Одну мы уже закончили, сделали ее в стиле сохранившихся элементов. В доме сохранилось достаточно элементов в этих входных группах, и можно предположить, наверное, угадать с точностью, как эта дверь, какой она могла бы быть. В общем, друзья, теперь в Петербурге одной красивой дверью стало больше. У нас уже есть несколько адресов в Петербурге, и я очень люблю этот город, самый красивый город в России, обожаю Петербург. Я не могу, я москвич, я приезжаю в Петербург, я иду, я плачу, когда я вижу, как витражи продаются на Авито, как вместо оригинальных дверей ставится это металлическое барахло глухое. Я плачу, я плачу, я не хочу плакать, я хочу радоваться. И если плакать, то плакать от счастья. Так что помогайте, ребят, кто любит свой город, помогайте, помогайте нам, будем вместе делать Петербург еще лучше. Это все новости на сегодня. Вы видите, как у нас продвигаются дела, по-моему, неплохо. Согласитесь, редко, когда бывает так много новостей, и все они исключительно хорошие. Но если вы хотите, друзья, чтобы хороших новостей было больше, то переходите на сайт фонда, ссылочка в описании. Оформляйте разовые, а лучше регулярные пожертвования, и ваша финансовая поддержка будет нам очень кстати. В данный момент мы собираем деньги сразу на несколько новых объектов. Во-первых, это храм Святой Аллы в селе Старая Потловка, это Пензенская область. Местные активисты уже сейчас ведут работы по ремонту кровли, там устанавливают еще водосток. Мы собираем деньги на отливку колоколов и ремонтные работы на колоколье. Да, друзья, в том числе мы занимаемся восстановлением и помощью храмам, до которых, опять же, никому нету дела. Я не понимаю эту ситуацию, я не хочу комментировать, я не буду идти на тему религии, мое отношение к РПЦ, вы знаете. Но с точки зрения культуры, культурного наследия, естественно, религиозная архитектура, храмовая архитектура, это самое наше большое достояние. Огромный пласт русской культуры, и ни один русский человек, который любит Россию, не может мимо этого пройти, как бы он не относился к религии. Следующий объект, на который мы сейчас собираем деньги, это Белая башня в Екатеринбурге. В ближайшее время мы доделаем там громоотвод на крыше, если вы помните, это был первый этап работ. Мы на него собирали деньги, этот первый этап, он уже будет завершен. И сейчас мы начали сбор денег уже на второй этап, это разработка и согласование профессионального проекта полноценной реставрации. Памятник конструктивизма, да, это одна из жемчужин Екатеринбурга, до которой, к сожалению, никому нет дела, поэтому мы им занимаемся. И нам предстоит сейчас пройти очень длинный путь, шаг за шагом, все эти проекты, согласования, это очень долго, это очень дорого. И это вообще какая-то парадоксальная ситуация, то есть государству нету дела до своих памятников, до своих вот шедевров. И плюс государству еще куча какой-то бюрократической волокиты, потому что вот ты не можешь этим ничего сделать, ты не можешь просто так взять и это привести в порядок. Удорожание проекта идет чуть ли не в 10 раз, когда речь идет о памятнике архитектуры, чтобы что-то сделать, нужно получить миллион бумажек, миллион бумажек. Наверное, это правильно может быть, чтобы как-то относились лучше, но нам сейчас приходится очень много денег собирать на разработку проектов, на всю эту бюрократию. Вот мы оказались в такой ситуации, поэтому Белая башня, я думаю, кто понимает в архитектуре, екатеринбуржцы не дадут соврать, это жемчужин города, один из символов города, который, к сожалению, находится в ужасном состоянии. Будем работать, будем восстанавливать. Ну и третий объект, на который мы сейчас собираем деньги, это дом Бака, я про него много рассказывал, дом Бака, Санкт-Петербург. Мы начали сейчас разработку проекта реставрации двух тамбуров и витражей, параллельно мы продолжаем собирать оставшиеся суммы, там немного осталось денег, я думаю, мы сейчас ее соберем. По этому проекту есть еще одна хорошая новость. Недавно жильцы дома нашли архивную фотографию дома, на которой запечатлены дети у входа во вторую парадную в 1951 году. И вы можете спросить, что, какая разница, дети, вход, 1951 год, что может быть там примечательного? А примечательный этот снимок тем, что на нем видно оригинальную дверную ручку. Об этой ручке, кстати, в свое время рассказывал художник Феликс Брославский. Ручки дверные с улицы, ты не представляешь, какая была красота! Бронза показывает руками полуметровый размер и форму ручки буквы С. В середине каждой дверной ручки парадной были вставки из африканского черного дерева. И когда дворники перестали дежурить по ночам, вот тогда все и унесли. В общем, нам не терпится приступить к работе, и для этого нам нужна ваша помощь. Да, я опять прошу вас пройти по ссылкам в описании к этому ролику, зайти на сайт фонда и оформить пожертвования. Потому что фонд сегодня существует исключительно, друзья, на ваши пожертвования. На мои пожертвования, кстати, в том числе я напоминаю, что я не получаю там никакой зарплаты. Я сам ежемесячно жертвую, трачу кучу времени, координирую все это. И еще раз для людей, кто может быть в первый раз узнал о деятельности фонда, хочу напомнить. Этот фонд я учредил чуть больше года назад. Мы занимаемся сохранением исторического наследия. Да, в комментариях вы часто пишите, что почему это не делает государство, почему мы должны собирать, мы платим налоги, это должно делать государство, еще что-то. Почему детям не помочь, еще кому-то не помочь. Друзья, я все прекрасно понимаю, я езжу по стране, я вижу ситуацию. Действительно может показаться странным, когда мы не можем вылечить всех наших детей, мы не можем накормить всех наших стариков. У нас миллионы людей сегодня в стране находятся буквально на грани выживания, они за чертой бедности, люди живут в ужасных условиях. Казалось бы, о какой архитектуре, о какой культуре может идти речь. Но мне кажется, это тоже важно, потому что это же не просто здание. Это не просто какие-то дверные ручки, какие-то двери. Это среда, в которой мы живем, это среда, которая воспитывает в том числе и будущие поколения. И то, как мы относимся к прошлому, влияет на то, кем мы будем в будущем, какой будет Россия, какие люди будут ее населять, что у них в головах будет, что у них внутри будет, о чем они будут думать, что они будут чувствовать, Потому что архитектура, потому что это историческое наследие, оно воспитывает, воспитывает человека. Мы растем в городе, и важно, среди чего мы растем? Среди этих вот пластиковых сараев с вентфасадами. Или среди зданий разных эпох, с изящными элементами, которые дают тебе представление о гармонии, которые дают тебе представление о культуре. И ты ходишь по городу, и ты читаешь его как интересную книгу, этот город рассказывает тебе. Он учит тебя, он воспитывает тебя. И мне кажется, очень важно сохранять в том числе и архитектуру, сохранять детали, сохранять историю. В России просто никто сейчас больше этим не занимается. Это единственный фонд, который помогает, дает адресную помощь на сохранение исторического наследия. Я не знаю, правильно ли в такой ситуации, как сегодня этим заниматься, или это неправильно. Мне кажется, в любом случае это важно, и я прошу вашей поддержки. Если мы сегодня этого не сделаем, то просто завтра ничего не останется. Я вижу, как исчезают буквально на глазах, как не просто единичные элементы, как целые кварталы, целые города, они просто исчезают. Этим никто сегодня не занимается. Это огромная катастрофа, огромная беда нашей страны сегодня. Поэтому я надеюсь, у нас с вами получится создать какую-то устойчивую систему, масштабировать ее. И если через несколько лет мы разрастемся, то можем делать это уже на каком-то системном уровне. Пока у нас такие единичные объекты по всей стране, мы только развиваемся, нам чуть больше года. Но я надеюсь, с вашей помощью, с вашей поддержкой у нас все будет хорошо. Относительно пожертвований, многим кажется, что раз мы собираем какие-то большие суммы, сотни тысяч рублей, миллионы иногда, то какое-то незначительное пожертвование, 100-200 рублей, это та сумма, которую, я думаю, каждому из вас можно без проблем пожертвовать. Это чашка кофе. И что эта сумма какая-то маленькая, незначительная, ни на что она не повлияет. Друзья, у меня на канале миллион 100 тысяч подписчиков. Этот ролик там посмотрят несколько сот тысяч зрителей. А если его расшарить, его посмотрят еще больше. И посчитайте, да, что если вот каждый из тех, кто посмотрит, хотя бы пожертвует 100 рублей, оформит ежемесячное пожертвование на 100 рублей, то это будут миллионы рублей. Это будут миллионы рублей, на которые мы сможем сделать очень много хороших, добрых дел. Мы сможем защитить, сохранить историю, культуру, богатейшую историю культуры нашей страны. Поэтому рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо, что посмотрели. Распространите этот ролик, расскажите о фонде своим друзьям, близким. У нас до сих пор нет корпоративных спонсоров. Если вдруг ваша компания хочет оформить какое-то большое пожертвование, пишите мне лично, мы с вами встретимся, пообщаемся. Спасибо, что смотрели. Лайк, комментик, репост. Всех вас люблю, увидимся завтра в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok